И в завершении космической темы – охотник за метеоритами. В коллекции пермского геофизика Алексея Виноградова десятки видов инопланетных камней. Одни он находил сам в экспедициях, другие приобретал на аукционах и у компетентных людей. В гостях у азартного пермского ученого побывала Елена Яговцева. Как в лес погребы. Ямки – это не что иное, как следы от осколков, известного на весь мир Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году. Сразу после произошедшего пермский ученый Алексей Виноградов выехал на место. Процесс сбора инопланетных камушков снял на свой сотовый телефон. Вот такой он, Челябинский метеорит. Ну, окончательно извлекаем красавчик. Это далеко не первый, не последний иноземный артефакт в необычной коллекции следователя. Разновидностей метеоритов у него более 20, а самих экспонатов хватит не на один музей. Среди них и фрагмент кубинского метеорита из долины Виньялес, и кусочек нашего местного трехтонного аханского метеорита-хандрита, упавшего 30 августа 1887 года. Иногда метеориты находят в пустыне, что тоже является удобным местом для поиска метеоритов. Если вокруг все камни белые или это песок, то увидев один черный камень, скорое плавление, немножко обугленный, с большой долей вероятности это может быть метеоритом. В той же Антарктиде, например, где, если на льду вы увидели камень на леднике, то тоже с большой долей вероятности это метеорит. Однако дилетанту отличить осколок небесного тела от обычных горных пород нелегко. Необходим химический анализ. К примеру, если срез металлического метеорита обработать кислотой, должен появиться вот такой необычный рисунок. Но, по словам ученого, состав метеоритов довольно прост. В метеоритах выделяют определенные минералы, но как-то расширить таблицу Менделеева, ну, я не слышал, по крайней мере, от таких случаев. То есть все химические элементы, все те же. Три основных класса метеоритов – это железный, железокаменный и каменный. Алексей говорит, что слухи об основных ценах на метеориты преувеличены. Они зависят от редкости экземпляра, степени сохранности, его красоты и научной значимости. В среднем грамм обыкновенного хондрита стоит всего 65 рублей. А вот железно-каменные экземпляры самые дорогие – около 1200 рублей за грамм. Неказистые камешки в основном пользуются спросом у коллекционеров, да у производителей сувенирной продукции. Те, кто верит в мистическую силу гостей из космоса, приобретают сделанные из них украшения в качестве оберегов от злых сил. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok